Я легла спать сегодня, но не смогла заснуть. Чай пила крепкий с сестрой, наверное. И у меня были такие мысли. Я живу сама с собой, в своём окружении своих мыслей. А где остальные люди? Я прям лежала на кровати и вслух говорила, ау, люди, вы где? Вроде бы они ходят в магазине там, на улице. Но ты ж не подойдёшь, не начнёшь с ним разговаривать. А если и начнёшь, то сбежишь потом от ихних проблем. Очень много сейчас нищих появилось. Просят деньги люди. Им не хватает. И я вот так говорила, где же люди? Почему я так чувствую себя одиноко временами? Я живу в большой семье из пяти человек. Ко мне приходят и друзья, и подруги, и соседи. А я чувствую себя в какой-то изоляции. А если приходится с кем-то общаться, то быстрее от них отвязываешься, чтобы... Ну, не мои они, не по моим интересам. Где такие контакты по душе, которые были у меня в советское время, с подружками, на работе. Люди как-то ходили друг к другу, по праздникам шили себе новые платья. И вместе собирались на 1 мая, на 9 мая, ну и по другим праздникам. Суббота, воскресенье — это был праздник. Ходили в гости мы с такой радостью. И встречали гостей, и сами ходили. И нам ничего не стоило это — собрать стол. Это не так было дорого, как сейчас. А сейчас, чтобы пригласить в гости и накормить, напоить, это надо кучу денег. Так всё прямо сжалось. Ну вот у меня пенсия. Я довольна, я благодарна, что она у меня есть. Но она маленькая, мне не хватает на путешествия. Я бы хотела попутешествовать. Время-то есть у меня теперь свободное. Я хотела бы попутешествовать, поехать в Испанию, в Италию, во Францию, на остров Бали или Пхукет. Да мало ли куда можно слетать, поплыть. Может, мне попутешествовать по городам. Ну вот я вот сейчас думаю, ну и как я там в другом городе. Буду к каждому приставать и разговаривать. Расскажите мне о своём городе. Я вот из Казахстана, мне интересно. Буду всех ловить и разговаривать. Если вы гуляете и вам за шестьдесят, то вы видите, все идут группами по два, по три человека и больше. По одному редко кто ходит. По одному ходят только люди в возрасте. Пожилые, старики по одному ходят, пенсионеры. Дети редко ходят по одному. Они стайками. Подростки тоже тусуются, как голуби. С возрастом человек одиноким становится. Его друзья умирают, уходят, уезжают. А новых он не приобретает. Молодой человек может к любому подойти и познакомиться. А пожилой уже не может. Он интеллигентный и знает, что не ко всякому можно подойти и нарушить его одиночество. Вот такие мысли у меня. Спасибо. Спасибо.